Такой эксперимент, как наклейки на противопожарную тематику – отличный способ напомнить о правилах безопасности. Эти наглядные напоминания расположились на личных шкафчиках ребят из ясли сада номер 81. Зануку спасателей было воспринято на ура. Ребята с удовольствием помогали украшать шкафчики. Двойне радостным для них стало то, что каждая ячейка обозначена именем. Родители детей идею поддержали, однако на этом сюрпризы не закончились. Еще одним подарком для каждого ребенка стал магнитик, тоже с поучительной информацией. Очень приятно и очень хорошо, что они так придумали и сделали для деток. Сегодня, Егор, тебе подарили такую наклейку, интересную на шкафчик, и магнитик. Понравилось тебе? Да. Такие шкафчики вышли веселые, красивые, яркие, хорошие. Детки сразу же знают, уже знают свои шкафчики. Все. Тебе понравились шкафчики, да? Это наглядная агитация, которую вот сегодня разместили вот эти картинки на шкафчиках у детей. Красочные, яркие, с этой надписью, которая наверняка запомнится всем нашим родителям. Не оставляя меня одного, это только большой плюс. Общаясь с такой категорией, как малыши, спасатели прибегают к играм. Ребятам из ясли сада номер 81 была предложена развлекательная викторина на тему пожарной безопасности. Как показали результаты, ребята подкованы в этой области знаний. Что показательно, многие из мальчиков примеряют на себя роль огнеборцев ежедневно. Уж очень им хочется быть похожими на героев, которые спасают людей. Кстати, а кем бы ты хотел быть? Пожарный. А почему? Потому что они самые лучшие. Визиты спасателей всегда радостно воспринимаются детьми. Все потому, что сотрудники данной структуры знают подход к ребенку. Общий язык находят и с родителями, ведь именно на них лежит ответственность за безопасность детей. Как показывает статистика, примеры пожаров для беды достаточно одного мгновения. А родители зачастую оставляют ребенка, уходя в магазин, к соседу. У нас зарегистрированы пожары, когда дети находились в одной комнате, к примеру, а мама с бабушкой в другой. И было достаточно для того, чтобы произошел пожар. Обращаясь к родителям, хочется сказать, не оставляйте детей одних ни в коем случае. Найдите возможность оставить их с соседом, с бабушкой, с дедушкой, может быть со старшими детьми. София Бережная, Дор Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.